Иногда быть единственным ребенком в семье, очень выгодно и приятно, но только если вы не родились гепардом. Некоторые самки этого вида диких кошек бросают, или убивают единственных детенышей. Поэтому, когда гепард Тави появился на свет без сестер и братьев, смотрители заповедника стали беспокоиться за его жизнь, и перевели его в центр для животных Wild Wonders в Калифорнии, США. Из-за разлуки с матерью, и переезда в незнакомое место Тави долго грустил, и чувствовал себя одиноко. Но все изменилось, когда он познакомился с шестимесячным щенком лабрадора по кличке Яра. Эта энергичная собачка сразу же захотела подружиться с гепардом, но он отнесся к ней настороженно и какое-то время внимательно изучал, наблюдая издалека. К счастью, в итоге Яре удалось завоевать доверие Тави, и с тех пор гепард перестал быть одиноким. Теперь малыш много времени проводит со своей лохматой подругой, играет, гуляет и иногда тренируется на ней делать кусь, по-дружески конечно. Идея знакомить гепардов с домашними собаками, пришла в голову сотрудникам зоопарка Сан-Диего, еще в 1981 году. Они поняли, что дружелюбные и общительные песели помогают диким кошкам, лучше адаптироваться в неволе, пишет Daily Post. Существует гораздо больше шансов, что гепард начнет чувствовать себя уверенно и расслабленно, если будет дружить с собакой. Поскольку собаки как правило довольно терпимы к играм крупных котят, включающим царапания и укусы, они помогают гепардам освоить социальные навыки, которым в дикой природе их обучают братья, сестры и родители.